Пенсионная реформа А для кого они, эти меры? Нужны ли они массе простых стариков, которым банально пора нянчить внуков? Своим мнением об этом с накануне ТВ поделился социолог, левый публицист Борис Когорлицкий. Льгота будет очень даже на пользу. И так все хорошо, станет совсем хорошо. А что касается всех остальных, то я не думаю, что вообще их мнение и будущее кого-то интересует. Если же говорить по сути, то тут со всеми этими так называемыми мерами по компенсации есть два варианта. Либо эти меры вообще не будут проведены, потому что половина из них в принципе технически нереализуема и существует только на словах. Либо эти меры будут проведены, тогда пенсионная реформа не имеет никакого смысла, потому что реализация всего комплекса предлагаемых мер будет стоить во много раз дороже, чем экономия на пенсионной реформе. Отсюда вывод, что ничего никто не делать и не собирается. Это все слова. Это чисто пропаганда, причем очень плохого сорта пропаганда, потому что через максимум 3-4 дня после принятия кончательной формы рекоменпроекта все это будет просто забыто. И все знают, что это будет забыто, и никто даже и не думает, что это будет реализовываться. Потому что могут давать любые обещания, любые самые дикие инициативы предлагать, поскольку заранее известно, что никто этим заниматься не собирается. В ситуации с пенсионной реформой власти четко следуют принципу «разделяй и властвуй». Разделяют общество на узкие слои, как, например, уже пенсионеры и новоиспеченные предпенсионеры, пенсионеры и работающие. Одним дают подачку в целую тысячу рублей, а других обвиняют в том, что они эту подачку пытаются отобрать своими протестами, чем и сталкивают слои друг с другом. А тут еще и Путин сделал вид, что жалился над женщинами и сказал свое твердое и четкое «нет». «нет» 63-м годам и до 60-ти, и подконтрольные СМИ тут же включили пластинку про то, что протест снизился. Однако это не так, и не надо путать причину и следствие. Принцип «разделяй и власть» никто не сменял, но, по-другому, это уже не работает. Главная проблема власти стоит в том, что ей никто не верит. И более того, даже если бы они сказали правду, им все равно никто не поверил. Если бы Путин не выступил, протест все равно бы сократился примерно в таких же масштабах, потому что, как человек, который имеет некоторое отношение к организации протестных акций, надо сказать, что мы просчитывали как раз некоторый спад протестов в августе и первой половине сентября, и я думаю, что это просчитывали в администрации. И когда они на 29 августа поставили выступление Путина, то расчет был обратно официально объявляемым. То есть если официально объявляют, что Путин должен был выступить, чтобы сбить накал протестов, то в действительности все было строго наоборот. То есть они даже до того момента, когда увидели, что накал протестов начали к них распадать, и приурочили к этому моменту выступление Путина, чтобы потом либо Путину, либо себе, как организаторам всего этого мероприятия, прописать некоторый успех. Накал протеста спадает по другой причине, на самом деле, очень тревожный, действительно, для нашего общества. Дело в том, что люди начинают понимать, что мирными и законными средствами ничего от власти дадутся нельзя. Это, с одной стороны, приводит, что часть протестующих деморализуется и перестает участвовать, а другая начинает радикализироваться и начинает думать уже в категориях, если не насилие, то каких-то, по крайней мере, методов борьбы, которые выходят за рамки официального дозвола. И это очень нехорошая тенденция, в которую власть постепенно загоняет. Разделяя общество на узкие группы, власти осознанно заигрывают с каждой. Опыт заигрывания уже очень большой, но нельзя знать всего, нельзя предвидеть всего, нельзя все просчитать, уверен Борис Кагарлицкий. Поэтому в результате получается, что власть играет не с населением, а с огнем. Власти делают сознательно, потому что они считают, что если они одну часть за другую маргинализируют, то в итоге протест и сойдет на нет. Но на фоне общего недовольства может случиться то, чего они не просчитывают, что невозможно в принципе просчитать, потому что я не говорю, что это случится. Просто есть риск, что именно та часть, которая сейчас воспринимается как потенциально маргинально, пойдет за собой большинство. То есть они считают, что люди, например, не пойдут на разную акцию, типа перекрытия улиц, захват администрации, потому что это незаконные, потому что на самом деле люди действительно, по большей части, ни к чему такому не готовы. Но поскольку они тянутся в ситуацию, когда фактически не оставляют других вариантов воздействия на власть у недовольных, то они предполагают, что да, может быть, появится некое значительное меньшинство, которое больше искритивает протест и его окончательно убьет. А может получиться наоборот, что это меньшинство вдруг возьмет и поведет за собой большинство. И тогда он получил абсолютно неконтролированную хаотическую ситуацию. Может быть, и так, и так, предсказать-то невозможно, но это очень рискованная игра. Особенно в условиях массового недовольства. То есть власть в данном случае не то, что пошла ва-банк, но, в общем, играет в игру, которую по-хорошему играть не следует. Они не находятся в той социальной экономической среде, в которой находились на предыдущие 15 лет. А пытаются вести себя так, как будто бы ничего не изменилось. Рано или поздно все это кончится плохо. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение» специально для Накhanуне ТВ. Продолжение следует...